Дорогие друзья, сегодня я хотел бы поделиться о том, как лучше выбрать сетевую компанию. И всего есть 7 пунктов, на которые я полагаюсь. Первый пункт. Очень важно, чтобы был доступный вход в сетевую компанию. Потому что от этого зависит, какой поток людей, какая система дубликации будет в вашей глубине. Чем проще войти в эту компанию, тем легче человеку достичь успеха и привлечь в свою организацию новых людей. Успех любой сетевой компании зависит от постоянного притока новых активных консультантов, потребителей и лидеров. Второй момент. Очень важно, чтобы была доступная цена. Потому что, как во многих книжках правильно пишут, товар сетевой компании должен быть конкурентоспособным по отношению к традиционному бизнесу. То есть, если этот товар легко можно было бы продать в обычной торговле, значит этот товар будет пользоваться спросом. И тогда обороты в вашей организации будут очень высоки. Следующий момент. Это бренд. Если бренд популярный, то, безусловно, к этой компании люди будут расположены. Завоевать бренд сразу невозможно. И здесь как раз я хотел сказать про четвертый пункт. Чтобы эта сетевая компания, которую вы выбираете, имела минимальный стаж 7-10 лет. Это как раз испытательный срок, который определяет эту сетевую компанию. Будет ли она в дальнейшем развиваться и расти. Ведь главный момент, главная мотивация любого сетевика прийти в MLM проект, это получение пассивного дохода. Какой может быть пассивный доход, если компания новая и нет гарантии, что она появится. Да, у всех есть надежды, что что-то с ней произойдет. Но обратите внимание, что 95% новых MLM компаний, они почему-то исчезают, либо сразу у них появляется упадническое настроение после резкого рывка в течение первых трех лет. И где гарантия того, что именно тот проект, который вам сейчас предлагает новый проект, не развалится завтра. Следующий момент, пятый пункт, который я хотел бы сказать. Это то, что эта сетевая компания должна входить в ассоциацию прямых продаж. Не просто международного масштаба, а именно в той стране, где вы планируете развиваться. Это подтверждение того, что компания работает честно. И здесь как раз снимаются все риски. Я обратил внимание, что каждая компания, которая уже вошла в ассоциацию прямых продаж, она держится успешно, растет. И лидеры, консультанты, потребители довольны этой компанией несколько лет подряд. И уважение общества к этой компании очень высокое. Потому что нормативы, требования в этой данной ассоциации, определенные группы, сетевые компании, очень высокие. И я думаю, что на это тоже очень стоит обратить внимание. И, конечно же, следующий пункт, который я хотел подчеркнуть, это наставник. У вас должен быть наставник. Если вы решили заниматься спортом, у вас должен быть тренер. Если вы решили изучить английский язык, то у вас должен быть свой учитель. Поэтому, да, есть самоучники, безусловно, но таких единицы. Когда есть рядом человек, который подскажет вам, вы можете мобилизироваться. Любой человек нуждается в подсказках. Поэтому наставник выполняет функции и тренера, и учителя, и друга, и коуча, и спонсора. То есть, в принципе, это тоже очень важный момент. Посмотрите, подходит ли тот наставник, который вы выбрали, по вашим ценностям, семейным ценностям, ценностям вашей жизни. И, конечно же, безусловно, акцентирую внимание на главнейшем пункте, без которого вопроса вообще у вас ничего не получится, даже если все эти перечисленные пункты будут присутствовать. Самый главный пункт, седьмой, это то, чтобы у вас была воля и готовность достигать больших успехов. А для этого потребуется и время, и энергия, и ваши ресурсы развивать в себе навыки, лидерские навыки, деловые качества. Поэтому я хочу подчеркнуть, чтобы выбрать сетевую компанию, и как ее выбрать, нужно преследовать эти пункты, которые я перечислил. Порекомендуйте, пожалуйста, тем, кто сейчас принимает решение пойти в сетевой проект. Я думаю, что это короткое видео поможет правильно определиться с выбором сетевой компании. Удачи вам! Я сделал свой выбор. Я думаю, что вы сделаете тоже правильный выбор в построении большого бизнеса.